Ну что, друзья, мы в примерочном HM, как он правильно называется? HM, короче. Короче, вот. Юля выбирает платье к себе. Мне не нравится, это здесь. На свой выпускной. Где? Вот тут. Складки вон. Какие-то. Ну это 36. Ну ты маленький, может, взяла слишком. Ну 38-й будет талия тогда не на месте. Ну это какая-то, да. Неправильно, некрасиво. Нет, слишком в облипку. Это потому что трусы здесь. У бегемота нету талии, да? Так, платье номер 2. Ну-ка, круто низко. Подожди, стоп. Не так быстро, не успеваю. Ну-ка, обратно. Даже очень. Вот тут и цвет нормальный. И не впивается. Да, он очень такой. Так, пока откладываем. Мы, друзья, потом доберемся. Там такое платье мы нашли необычное. Вы офигеете. Так, платье номер 3. Это прикольно, берез, кстати. Ну да, тоже нормально. Ну-ка, задом. Ну бери волосы свои. Так, смотри. Да, его закрыть надо до конца. Вот так. Ну-ка. Вроде нормально тоже. Ну-ка, задом повернись. Так, хоп. Еще задом. Вот так. Тихо. Руки. Руки убери. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, даже может... Какой размер? Чего-то кучись, как будто на один поменьше надо. Ты 36. Ну. Какой-то вот тут вот все мешком висит. Ну-ка, это фасон такой. А, может быть. А, ну-ка. Короче, это тоже откладываю пока. Тоже ничего такое. Давай. И мы еще как вешалка. Блепили ее. Я себе тоже футболочку взял. Такая вот, друзья, футболочка. Всего 5 евро стоит. Красная шапочка переросток. Ну что, я могу? Так красная шапочка взрелась. Повернись, да. С небольшим хвостиком. А хвостик большой, а не маленький, да? Я как-то себе не представляю просто. В рюшечках такая. Не, ну так-то оно красиво. Да, ля-ля. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, это пока откладываем в пояс. Так, друзья. Это уже пошел у нас люкс-сегмент. Подороже. Это уже 40 евро стоит. Кольчушка маловато. Ну-ка. Ну, а 38 будет пошелее. Ну, а 38 будет пошелее. Так, стоп. 38 будет небольшой. Погоди, дай-ка. Ну, не знаю даже, да. Она вроде неплохо сидит. Вот это вот. Или тут слишком много, или ты слишком мало. Ну, это одно из двух. Мама, а кто вы что-то подложи? Одного еще. Тебя таскала. Тебя таскала. Тебя таскала. Рудники. Тебя таскала. Я такая худенькая в нем. Ну, а вот что ты обуешь к нему? У меня есть синий. Хотя эти кеды тоже к нему идут. У меня есть голубые туфли на каблуках и черные. Ой, ну на каблуках это я не знаю. У тебя на каблуках это ты и каблуки, это двинесы. Но если ты меня не видишь на каблуках уже 10 лет, так ты знаешь, у меня их нет. Дядя, да что ж такое-то? Юля недовольна, все хорошо сидят. Это уже у нас какое? Шестое. Шестое пластини. Ну, как на свет. Мы в такую кабину неудачную попали. Нифига темно. Покрутись-ка. Места мало. И места мало. Других гораздо больше. Там вообще большая. Да, там большая такая. Ну-ка, крутонись еще раз. Ну, черное, видишь, оно такое, что сливается, его не видно. Ну, красиво. Нет, это не очень мне нравится. Если дешево, если 10 евро, то можно. Нет, друзья, это платье стоит 29,90. Мы его убираем. Это, по-моему, какая-то ночнушка. Ночнушка с хлястиком. Нет, ну это да, черные вообще не идут. Нет, они такие длинные не идут. Нет, нет. Поверни задом. Нет, ну это вообще не. Не, не, а кто? Кто здесь? У меня девочка. Так, друзья, ну что, как вам? Смотрите внимательно. Ну, вы сейчас офигеете, что будет внизу. Так, ее плавно, плавно, плавно. Вот это бомба. Ну-ка, повернись. Так вот. Слышишь? Тут и больше смотрится, конечно, вообще необычно штаны-платья. Ну, это вообще просто чума какая-то. Слышишь? Смотри, красиво как. Ну, это, по крайней мере, это вообще будет так необычно, что такого-то, что нигде не будет. Слышишь? С такими штанами. Ну, не маленькая. Маленькая? Ну, размер больше тогда брать. Хотите взять больше? Ну, возьми, давай. Здесь немножко. Ну, суши были лишние. Ну, что, ребята, остановились. Мы вот на таком варианте. Потому что штаны-платья у нас, к сожалению, нет размера. Эти, чтобы были маленькие, следующий размер у нас после 36-40 идет. Юрин большой. Это, в общем, такой универсальный, со складочками, видите? В принципе. Ну, как раз для меня, потому что мне все-таки не 18 лет. Да. Более строгая, ну, как хотела, да? Угу. И длина нормальная. Да, и длина нормальная. Ну, что? Короче, купили серое, а я себе две белые футболочки взял, дешевую. Хотел по 5 евро. Да. Короче, твое платье обошлось в 30 евро. Да. Дома на примере, ты издалека уже покажем, как она выглядит. Штаны-платье жалко. Не в ту размера. Ну, очень прикольно, необычно. Вот такие вкусы можно посмотреть. Да. Вот. Сейчас пойдем перекусим по-быстрому. И тогда продолжим наше путешествие. Пойдем в наш финский хесбургер. Тут у нас спагетти отрия всякие. А мы пойдем в хессу. Как говорят финны, хессу. Хесбургер. Ну, что, заказали. Все, ждем. Сейчас у нас тут будет все готово. Покажем. Так, ну что, пришел заказ. Но не все. Тут еще гамбургер мой не дошел. Короче, за все это, смотрите, цены. Короче, за все про все заплатили 19,65. Сюда у нас входит что? Два гамбургера, две картошки, большая кока-кола, средняя кока-кола. Маленькая. Вот, большая, средняя, маленькая кока-кола и мне кофе. Вот, 19,65. Ну, нельзя сказать, что это дешево, но так, что ж поделать. Жизнь такая. Эмилии игрушку дали слайм. Такие, вам вороженое или нет, я с ним игрушку, потому что я увидела слайм. Хе-хе. Хитро. Вот, пришел мега-гамбургер-лайнен. Мега-гамбургер. Вот такой. Я была только с мега-картошкой, с такой ослабленной. Эмилия съела мега-картошку, а мега-гамбургер сейчас буду есть. Эмик, а вот зря научила, надо было посмеяться сначала. Я уже не знаю, как к нему подойти, да с какой стороны. Это же мега, конечно, есть прослоечная. Прослоечная булочка еще есть. Двойной. А! Здесь огурцы соленые, а здесь этот... Помидорчик. Помидорчик. Сейчас мы это все еще... Занырнем туда. Сейчас точно обляпает. У нас проблема. Ротус. Да, как, когда вкусная еда, всегда рот устает больше. Рот устал сжевать. Все, все выпил, все сожрал и обожрался. Ну, ты как, слышь, косухи такая деловая. Ты не человек, а терминатор. Друзья, самая, самая засада. Я только, только нажрался и... Идите пешочком, извините, сломался. И так тяжко. Ну, хорошо хоть не вверх. Да, хорошо не вверх. Так. Сейчас еще, кстати, за продуктами надо зайти. Ну, какие-то тут скидки. Поет. Друзья, мы в К-маркете, в К-сити-маркете зашли. Смотрите, какой такой подарочный букетик. Называется по-фински Лахья Кимпу. Подарочный букет. Кимпу это вообще такой, может быть, и пучок. Но в этом словосочетании это букет. А вот просто, смотрите, 10 роз. 5,60. Разные. Такие невысокие они. Сантиметров по 50. Разные. Цветастые все. Разноцветные. То есть маленькие, видите, здесь побольше. Красиво. Друзья, идет примерка. Это у нас студентик. Как вам смотрится? Это выпускник Суки. У тебя другое, да? У меня будет другое. А у тебя будет... тебе покупать не надо? Тебе выдадут? А ты ее будешь потом в воск подкидывать? Да? Не знаю. Нас там будут учить чему-то. У нас будут какие-то мероприятия, что сначала проинструктируют, что делать. Да ладно. А, даже так? Да. Там телевидение... Телевидение тоже будет? Да. Это у нас, который от Суки выходит. Ну, друзья, если не знаете, в Кэссити Маркете тут большой отдел. Ну, небольшой, но есть отдел PlayStation, да? И тут можно очень много игр найти, которые уже... Ну, такие неактуальные или, скажем, такие уже довольно старенькие. 19,90. Вот. Видите? Тоже 19,90. Он тут действий на и вторая часть вообще за 10 евро. То есть, тут очень-очень много игр, которые уценены. То есть, они стоили 64, он Fortnite, 29,95. То есть, NHL и все. Ну, короче, тут очень-очень много игр, видите, по 19,90. Вот, какие-то ужастики. 19,90. Вот, такая игра. Ну, то есть, игр хватает тут. То есть, выбрать можно. Я практически всегда здесь покупаю. Думаю, сейчас вот эту куплю какую-нибудь. Погоняю немножечко. Вот. Короче, вот такой вот стенд. И, конечно же, здесь... Ну, и как же без него? Да, тоже, кстати, 19,90. Это игра, которую Сандр все любит играть. Ну, смотрите, тут, кстати, я такие же нашел наушники, как мы купили. JBL 24,95. Мы их купили по 20. Мы сделали самое важное. Давно мы это хотели. Короче, мы зашли в Телия и сказали, мы не хотим, чтобы нам назвали всякие рекламщики. Короче, он сейчас в компьютере взял, поставил галочку, что больше нам никому не будут звонить по всяким этим... То есть, эти всякие, знаете, постоянные звонки насчет предложений всякие зеленая энергия или у вас там какие-то подписки на какие-то журналы. Короче, вот это все хрень. Все, больше к нам этого не будет. Ура! Все не страшно. Один раз уже детям звонили, тоже что-то пытались впарить. Но это вообще кошмар. Мама потом отвечала. Да. Друзья, поверьте, я такое давно не видел. Финские огурцы наши местные. Смотрите, по какой цене. 79 центов всего. Огурчик 27 центов обошелся. Один, второй, 28. Ну, такие большие огурцы. Слышь, по 79 центов огурцы всего. Ну, редиска по евро 19. Говорит, Юля, огурцы дешевые. Зато, говорит, посмотри, какая паприка. Вон, местная паприка. Ни много, ни мало. 8 евро, как мясо. Не хочу валять. А? Не хочу мало евро. Что не хочешь? Мало, ведь несколько евро 19. Ну, вот. Туфинская. Ладно, свою сейчас будем выращивать. Сейчас поедем в Гонконг и будем выращивать. Да. Мы, кстати, сейчас пока ходим, мы не успеем. Уже никуда все закроется. Вон, большие пучочки, нет? Такие же. Мы показывали вам уже как Керетус Кескус. То есть, это специальное место, куда можно принести все отходы химические. То есть, там масло, канистры, все такое. А вот тут еще рядом стоит вот теперь мебель. Видите? Два кресла больших, и там еще диван. То есть, если их покрасят лаком, да? Ну, так. Они не совсем убитые. Не убитые, нету дыр. То есть, да, они не особо драные. Просто, может, кто-то переезжал, им просто это не надо, и все. Вот в тех контейнерах как раз и одежду выкидывали, и там мужик собирал, когда мы снимали видосик. Если кто не видел, мы прикрепим вот сейчас ссылочка, вылезет, и посмотрите. Заходите, посмотрите, куда вообще выбрасывают отходы в Финляндии в районе. Простой контейнер, если нельзя. Какие-то специальные отходы. Потому что мы не смотрим. Это работа в районе. Субтитры сделал DimaTorzok Академия